Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная медицина, доктор Евдокименко. И сегодня я хочу поговорить с вами о гипотиреозе, то есть пониженной функции щитовидной железы. И я расскажу вам о некоторых удивительных фактах, о которых многие из вас почти наверняка не знали. О некоторых других болезнях щитовидной железы, о её повышенной функции, о тиреотоксикозе, об аутоиммунном тиреодите мы рассказывали в одной из наших программ. Ссылка на эту программу будет дана под нашим сегодняшним роликом, и при желании вы её можете посмотреть. Итак, гипотиреоз, пониженная функция щитовидной железы. Как он проявляется? Это очень многолитное заболевание, у которого много самых разных симптомов. Но некоторые из них весьма специфичны. Например, один из частых симптомов гипотиреоза – это повышение уровня холестерина в крови и раннее развитие атеросклероза. Ещё раз обращаю на это ваше внимание. Очень часто холестерин повышается из-за пониженной функции щитовидной железы. И атеросклероз развивается тоже из-за этого. Поэтому прежде чем принимать статины, препараты, снижающие уровень холестерина в крови, сначала проверьте функцию щитовидной железы. Если выяснится, что она снижена, нужно восстанавливать работу щитовидной железы, а не принимать препараты от холестерина. Ещё один частый симптом гипотиреоза – это пониженная температура тела. Порой до 35 с чем-то, вместо обычных 36,6. И зябкость. Некоторые люди мёрзнут при гипотиреозе даже в тёплую погоду. Это происходит из-за того, что у них замедлен обмен веществ. Тоже частый симптом гипотиреоза – это пониженное артериальное давление. Скажем, 90 или 100 на 60, и иногда даже ниже. Впрочем, иногда при гипотиреозе давление не понижается, а наоборот повышается и развивается гипертония. Во многих случаях при гипотиреозе появляются характерные отёки вокруг глаз. Не под глазами, как при, например, болезни почек, а именно вокруг глаз. При этом лицо может стать одутловатым, и могут появиться отёки и рук, и ног сразу. И опять же, при гипотиреозе очень часто кожа становится либо бледной, либо желтушного цвета. Ещё может появиться сухость или шелушение кожи, а также сухость, ломкость и выпадение волос. Обратите внимание, что при гипотиреозе часто начинает расти вес тела, даже в том случае, если ваше питание не менялось. Нередко бывает так. То есть человек ест немного, а вес тела необъяснимым образом растёт. Вот это может быть одним из проявлений пониженной функции щитовидной железы. У многих людей с гипотиреозом меняется голос. Он становится хрепловатым, осиплым. И может появиться ком в горле, или затруднение при глотании. Конечно, это может быть и из-за других причин, но именно гипотиреоз – это одна из самых частых причин таких симптомов. Очень частый симптом гипотиреоза – это повышенная утомляемость. Некая замедленность, заторможенность, повышенная потребность в сне, сонливость днём. При этом снижается настроение, вплоть до развития депрессии. И снижается память. Запоры и увеличение размеров печени. Желчнокаменная болезнь. Всё это тоже может быть из-за гипотиреоза. Нейропатия. Её очень часто пытаются лечить у неврологов. А на самом деле, во многих случаях надо проверить именно функцию щитовидной железы. Непонятные гуляющие боли в разных мышцах тела – то там, то здесь. Нарушение менструального цикла у женщин. Снижение потенции у мужчин. И чтобы вы понимали, это я ещё не все симптомы гипотиреоза перечислил, только самые яркие. Какие анализы нужно сдавать во всех этих случаях, чтобы проверить работу щитовидной железы? В первую очередь, ТТГ, Т4 и Т3. При любом отклонении в этих анализах нужно обращаться к эндокринологу. И в зависимости от этих отклонений могут потребоваться какие-то другие анализы. Или нужно будет сделать УЗИ щитовидной железы, сцентографию или какие-то ещё исследования. Но возвращаясь к анализам ТТГ, Т3 и Т4. Важно помнить, что их нужно сдавать в спокойном состоянии натощак и до 12 часов дня. При любом отклонении от этого правила сдачи анализов могут быть неверные результаты. Лечение гипотиреоза. Если по этому поводу обратиться к врачу, который думает исключительно прямолинейно, то почти наверняка при гипотиреозе он назначит вам гормонозаместительную терапию. То есть он назначит принимать гормоны щитовидной железы. Пожизненно. И многих пациентов это устроит. Благо, что в отличие от многих других лекарств, эти таблетки достаточно редко дают побочные эффекты. Но иногда всё-таки дают. И есть группа пациентов, которых не радует необходимость всю жизнь пить гормоны. А можно ли всё-таки как-то без этих гормонов обойтись? Или, например, можно ли слезть с этих таблеток, если вы их уже принимаете? И можно ли снизить их дозу? Во многих случаях да, можно. Но для этого необходимо, образно говоря, перезапустить работу щитовидной железы. Только для такого перезапуска нужно понимать, чем именно вызван гипотиреоз. Например, если он развился из-за того, что у вас в пище маловато йода, то пациенту рекомендуют принимать в пищу йодированную соль и кушать больше морепродуктов. Если гипотиреоз развился на фоне лекарств тиреостатиков, которыми лечат, наоборот, повышенную функцию щитовидной железы, то в данном случае, конечно, придётся отменять эти препараты. Бывают какие-то ещё другие ситуации, достаточно редкие, из-за которых развивается гипотиреоз. Но мы их сейчас обсуждать не будем, а поговорим о самой, с моей точки зрения, частой причине развития гипотиреоза. Самой частой ситуации. Ох, в этом блоке программы о лечении сейчас набегут всякие недовольные псевдоумники и критики. Но да бог с ними, мы не для них рассказываем, а для нормальных людей. Итак, в книге «Психосоматика. Самые опасные эмоции» я рассказывал о том, что очень часто болезни щитовидной железы вызываются сильным стрессом, сильными или затяжными переживаниями. Ещё это может быть эмоциональная несдержанность, привычка злиться, раздражаться или входить в возбуждённые состояния из-за мелочей. То есть склонность к определённым негативным эмоциям. А ведь выплеск таких эмоций напрямую влияет на работу гормональной системы. То есть некоторых гормонов вырабатывается больше, чем нужно. И тогда организм пытается принудительно приостановить выработку излишнего количества гормонов, чтобы затормозить эмоциональность своего хозяина. А гипотириоз, пониженная функция щитовидной железы, это и есть проявление того самого торможения. Значит, на начальном этапе лечения, прежде чем мы начнём активировать работу щитовидной железы, мы сначала должны помочь организму обрести спокойствие. И хотя при гипотириозе уже есть некоторые торможения, то сначала, недолго, мы всё равно будем использовать успокаивающие методы. Первый вариант. Купите в аптеке три лекарственных растения. Шишки хмеля, корни валерьяны и листья мелисса. Смесь из этих растений нужно будет заваривать и пить курсом 2-3 недели. О том, как правильно заваривать эту смесь и как её пить, будет рассказано на страничке на моём сайте. И ссылка на эту страничку по традиции будет дана под нашим сегодняшним роликом. Второй вариант. Вместо предыдущего сбора можно пропить курсом настойка пиона. Курс 2-3 недели. А ещё очень полезно делать простое дыхательное упражнение, которое так и называется. Одно простое дыхание от волнения, тревоги и повышенного давления. Видео с этим упражнением есть у нас на канале. Можете также освоить упражнение «Снежинка глазами». Это тоже очень хорошо для нервной системы. Итак, сначала 2-3 недели успокаиваем состояние нервной системы. Гипотириозное состояние в это время вряд ли ещё пока улучшится. Это была только подготовка. И теперь переходим непосредственно к активации щитовидной железы. Что для этого можно сделать? Первое. Пропейте витамины. Витаминные комплексы. Качественные любые. Главное, чтобы в составе был селен, цинк, магний и витамины группы В. Особенно витамин В6. Вот эти микроэлементы и эти витамины очень важны для нормальной работы щитовидной железы. Второе. Это будет непросто, но постарайтесь каким-то образом достать удивительное лекарственное растение. Корень лобчатки белой. Купить её достаточно трудно, но надо попробовать либо заказать в какой-то аптеке, либо заказать по интернету. Корень лобчатки белой при гипотириозе помогает многим людям. Но важно, нужно купить именно корень лобчатки белой, а не какой-то другой лобчатки. Из корня лобчатки белой делают либо настойку, либо настой. О том, как их делать, настойку или настой, и как их принимать, я опять же расскажу на страничке на своём сайте. Итак, пьём нужные витамины, пьём препараты лобчатки белой, и нужно постараться больше двигаться. При активном движении, упрощённо говоря, меняется чувствительность организма к гормонам щитовидной железы. Так что, как минимум, нужно постараться как можно больше гулять. А если позволяет физическое состояние и состояние суставов, то по возможности ходите в зал, плавайте, занимайтесь спортом, катайтесь на лыжах, катайтесь на коньках. То есть нужна максимальная физическая активность. Очень важный момент. Чтобы восстановить кровообращение и улучшить питание щитовидной железы, нужно очень аккуратно делать гимнастику для шеи, лечебную гимнастику. И ещё, хотя бы это трудно будет поверить, но для улучшения работы щитовидной железы нужна активация дыхания. Желательно делать упражнения для лёгких. Причём речь идёт не о дыхательных упражнениях, а о недыхательных упражнениях для лёгких. И они у нас есть на канале. И по питанию. Нужно снизить в рационе сладости и углеводы. Вот такой план работы. Как альтернатива, если это сложно, то можно ничего не делать и под контролем врача всю жизнь принимать гормоны щитовидной железы. Дорогие друзья, и это на сегодня всё. Если вы пользуетесь нашими методами лечения, пожалуйста, пишите в комментариях под роликом, каких результатов вам удалось добиться. Это будет важно и для нас, и для многих других наших зрителей. И пожалуйста, задавайте свои вопросы. На все ваши вопросы я вряд ли успею ответить, потому что в день нам приходят от 500 до 1000 вопросов. А мне ещё нужно работать и даже иногда спать. Но всё-таки ваши вопросы мы стараемся учитывать при подготовке наших новых видео. Дорогие друзья, и мы желаем вам всего доброго. Будьте здоровы. Не забудьте посмотреть полезные ссылки под роликом. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok